30 марта дата очередного перемирия на Донбассе. На прекращение огня договорилась трехсторонняя контактная группа. Приурочили перемирие к началу пасхальных праздников предыдущие. Напомню, объявили с 5 марта оно должно было стать бессрочным, но боевики постоянно его нарушают. Сегодня с начала суток уже 20 раз открывали огонь по украинским позициям большинство обстрелов на донецком направлении. С подробностями наш военкор Ирина Баглай. По дороге на позицию, где вчера разгорелся бой, Александр рассказывает, с чего все началось. Не успел высунуться, как прицельным огнем начали по бойничке стрелять. Во время своего вчерашнего дежурства Александр заметил оживление на позиции противника. Просто спостерегал. Я решил подивиться в Тепляк, что делается у них на позиции. И сразу почув, что поверх моей бойнички уже кули свистят. Укрепленные позиции, где они безусловно могут вести по нас в огонь. Ну и ведут деколи. В основном стрелковое оружие, подствольный гранатомет. Редче РПГ-7. Такие обстрелы чаще всего провокационные и уже стали привычными для пехотинцев. Поэтому в полумраке они стараются лишний раз не проходить даже мимо бойницы. Сразу слышат цоканье, бьющих по кирпичу пуль. Но в этот раз боевики не ограничились хаотической стрельбой. В районе кирпичного завода была стрельба, была ЗГС. Бесплотник прилетел. И так они начинают активнее себя поводить. Затишье сменила резкая активизация. За ночь боевики четыре десятка раз обстреливали украинские позиции на Донецком направлении. Артиллерия пока молчит. Слышен только гул гусеничной техники. На огневых позициях у противника – снайперы. И самое опасное время тут именно утреннее. Подтверждая слова пехотинцев, российские наемники сегодня в полдень расстреляли водовоз. Он стоял на обочине возле пропускного пункта Марьенко, где толпились люди, пересекающие линию соприкосновения. Повезло. И пули пролетели мимо, прошив только машину.